У нас большое горе, горе у нас, горько. А нету больше девочки моей, нету девочки. Это кадры с места трагедии. Собака породы стафарширский терьер убила маленького шпица. Инцидент произошел в поселке Южном в минувшую субботу. Собачка по имени Моника полгода не дожила до своего десятилетнего юбилея. А ее хозяйка до сих пор не может прийти в себя. На этом самом месте мы шли. Я ее отпустила. Чуть-чуть подальше. И она шла за мной медленно. И когда я обернулась, я несколько раз оборачивалась и не видела опасности. А когда я обернулась, то есть стафар уже был в миллиметре от нее. Собака не проявляла агрессии без поводка и на Мордника, подчеркивает Светлана. Рядом шли подростки, поэтому женщина подумала, что это ее хозяева. Да и место для прогулок всегда было безопасным. А в следующую секунду, когда я только собиралась взять ее на руки, она пропустила ей голову. А моя собака упала и стекала кровью у меня на руках. И умерла за мгновение. До хрепоты я орала просто от хрепоты. И сбежались, когда все нашли этих мальчиков и вернули. Они сказали, что это не их собака. Что она просто на самовыгуле. Стой! А это та самая собака. Очевидцы происшествия сняли ее на видео. Я так понимаю, что вот этот стафард, который наделал беды, это стафард без документов. Потому что даже по внешнему виду, мне фотографию скинули, это не породная собака явно. Это что-то уже извращение какое-то в породе. Человек занимается разведением этих собак без документов, без тестов необходимых. И поэтому являться стафардом эта собака может только условно. По словам пострадавшей, собака была кормящей, а ее хозяйка – так называемый черный заводчик. Я ее нашли в соцсетях, волонтеры, сразу же в ту же ночь она мне позвонила. И в грубой форме стала требовать у меня, где ее собака. Ее не интересовало, что ее собака убила мою собаку. Она сказала, это не главное, а главное где. И там писала она комментарии, что шпиц спровоцировал стафарда ее и оправдывала всячески свою собаку. Это собака, которая создавалась для убийства себе подобных, поэтому она ничего другого делать не умеет. Собак любых на самовыгуле запрещено, а таких особенно, потому что кто его знает, что у этого стафарда вообще намешано в психике. Возможно, у него вот это вот желание убивать не только собак, но и людей. Если такая собака нападает на человека, отбить ее или там, не знаю, оторвать или спасти человека невозможно. По словам эксперта, стафард убивает не от агрессии, а потому что так заложено породой. И пока кинологи не контролируют разведение таких собак, трагедии будут продолжаться. Да и ответственность за такие поступки предусмотрена административная. С точки зрения права, погибшая собака, любимец семьи, шпиц, оценивается как имущество, вещь. Про уголовку можно говорить в случае, если причинен вред жизни и здоровью человек. У нас этого нет. Причинило вред имуществу. За причинение вреда имуществу человек имеет право требовать компенсацию. То есть, причиненного имущества стоимость собаки, погибшей, моральный вред. Моральный вред, ну я бы попросил несколько сотен тысяч, например, 400-500. Ну, может быть, 50-100 бы присудили. Получить компенсацию морального вреда не так-то просто. Нужны доказательства. Например, можно пойти к врачу и зафиксировать нравственные страдания, подчеркивает юрист. Сейчас тело погибшей собачки хранят в морозильнике для проведения судебно-медицинской экспертизы и последующего обращения в суд. Светлана Русанова ищет очевидцев произошедшего. Я это буду делать и доведу это дело до конца, чтобы эта смерть была не такой бессмысленной и глупой. Чтобы это было не зря. Чтобы предупредить других людей об опасности. Чтобы другие остальные люди были предупреждены. То есть, какая должна быть ответственность у хозяина, который заводит бойцовскую породу. Кто сегодня именинник у нас? Маняш. Наша Маняш. Ты моя шлетка и собака. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.